В агрофирме «Казанка» за полгода потеряли больше половины поголовья, пустили под нож. У одних был мастит, другие не давали молока, третьи – потомства. Были такие коровы, не то что были, их было много. Допустим, в одном выменили только молоко. В двух там. Это уже, считай, уже не корова. Всего за год район потерял 1700 голов скота. Так вместе с Муслюмовским, Нижнекамским, Альметьевским и Арским район вошел в список аутсайдеров по животноводству. На правительственном уровне гадали, почему. Давайте главы, которые буксуют по животноводству, сделаем им трехдневный семинар. Основу животноводства, чтобы мы им рассказали, как рацион составляется. Сенаж, фураж, зерно. Варски кормят тем же, что и раньше. Резкий упад здесь объясняют другим. В марте на старые фермы пришли новые инвесторы. Им досталось не очень продуктивное поголовье, поэтому в первую очередь начали заниматься обновлением стада, выбраковкой стада. Получается, сегодня на фермах остались только самые здоровые. Уже с ними в планах владельцев получить новое продуктивное стадо. А вот новое поголовье от отборных родителей, поэтому отборными можно считать и их. Это становится видно через месяц. На телятах ни одного физического дефекта. Поэтому снижение поголовья арцы считают оправданным. А пока свою лепту в его сохранение вносят фермеры. Один из таких, кто никогда не выходил за мясом на рынок, Ранильша Керзянов. Мои родители держали коров, и я вот держу. В районе уверены, что из списка отстающих они выберутся уже до конца следующего года. А летом в лидеры их выведет уже обновленные поголовья. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Арский район.